Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Как я и обещал, скоро я сделаю обязательно подробный разбор книги доктора Генерала о кето-диете и двух видео Виктории Бутенко на ту же тему. Надеюсь, сделаю это в ноябре текущего года. Сейчас же я хочу вам посоветовать посмотреть данное моё видео, которое вы уже и только что начали смотреть. Что же в нём будет? А вот послушайте этот анонс данного видео. Вначале я поясню суть разных кето-диет. Далее вы увидите отрывок из нашей беседы уже с известным вам доктором Захаром. Вы услышите его профессиональное мнение о кето-диетах. Затем я покажу вам озвученный ролик доктора Майкла Грегора. Да, я как всегда оплатил за свой счёт услуги профессионального переводчика и озвучивание данного ролика. Надеюсь, вы это оцените. Кстати, очень интересную аналитику научных данных, исследований о последствиях кето-диет, в том числе для спортсменов, дал Майкл Грегор. Ну, посмотрите сами. И, наконец, я сделаю обобщающий вывод. Да, и главное, я расскажу, что ждёт каждого человека, кто переходит на карниворы и подобные кето-диеты в недалёком будущем. Также я кратко изложу плюсы и минусы всех кето-диет и дам несколько важных ссылок. Завершу же я это видео очень показательным письмом одного моего зрителя. Это письмо будет поводом задуматься каждому, особенно шатким в своих убеждениях людям. А самое главное, в завершении я расскажу о веганской кето-диете. Такие тоже есть. Итак, приятного просмотра. Начинаю. Наслаждайтесь. В последние месяцы у нас в стране, а в США в последние годы, активно развивается новомодное течение в питании и образе жизни, так называемое кето-питание. Разновидностей такого питания немало. От ошибочно принимаемых за кето-диету различных низкоуглеводистых диет до палеокето-питания. Подскажу, кто ещё не знает. Это такие фантазёры, которые верят в то, что их предки, неандертальцы, ловили, убивали и ели мамонтов и всё в таком духе. А потому они, как благодарные потомки своих предков, должны питаться сырым мясом, кишками и другими органами убитых, ну правда не ими, убитых животных. Кстати, насчёт мамонтов. А посмотрите потом вот интересное такое видео, исследование группы учёных про дикие вот эти степи северные, где и паслись мамонты, и про питание в пищевой цепи человека. Ну насчёт того, что типа предки наши, если неандертальцев и прочих товарищей считать предками, были типа охотниками. Так вот посмотрите научную аналитику, беспристрастные абсолютные факты, которые говорят совершенно об обратном. Так вот, они поедают только животный жир, мясо, требуху, иные органы животных, и всё это в сыром виде. Есть подобному и название, карнивор, то есть диета хищника. Они, оказывается, хищники, представляете? Ядрить твоё налево, простите, мой французский. Как говорится, да, посмотрите потом непременно моё видео про зубы и хищников. Ну вот вам одна такая блогерша, хищница. Не могу вам её не показать. Посмотрите на её внешность внимательно. В девятнадцатом веке подобных дамочек называли Жоли-мордочка. Ну она хищница. Ну просто пантера. Да, ну не будем рекламировать её. Сколько же развелось блогеров, разных умников, которые теперь поют оду-мясу. Их будет с каждым днём всё больше и больше. Это я предрекаю, это факт, увидите. А вот типичный потомок неандертальцев уплетает сырую печень, хрящи и жирное мясо. Естественно, он не добыл это на охоте в прыжке из засады. Но чем бы дитя не тешилось, как говорится, а он считает себя ещё и остроумным хохмачом, да даже большим оригиналом, ну пусть. Вообще чудаков и безумных чудил теперь много развелось. Каждой твари по паре буквально так. Ну а теперь о сути, о принципе кето-диет. Суть именно кето-диеты состоит в переходе энергообмена в клетке и, соответственно, в тканях с гликолиза на кетоз, то есть с расщепления глюкозы как основного источника энергии на расщепление кетонов, жиров. Ну то есть суть данной диеты в получении энергии из жиров и исключении углеводов из рациона или совсем, или почти. Под это подведена целая теория и суть её в следующем. Итак, дорогие друзья, немного поговорим о жире, ну и, соответственно, о кето-диете. Жир, животный жир, называется холестерином. Холестерин на самом деле вырабатывается печенью, синтезируется, если печень здоровая. Но, тем не менее, приверженцы кето-диеты говорят, что холестерин, тем не менее, несмотря на то, что много лет было принято в медицине, что он опасен, не является опасным, а наоборот необходимым. И хоть действительно существует атеросклероз, когда просвет сосудов сужается за счёт вот этого самого откладывания жира внутри просвета сосудов, тем не менее, это приводит действительно к инфарктам, инсультам. Но это не связано непосредственно с потреблением жиров в пищу, а связано как раз с потреблением углеводов, с воспалениями, возникающими вследствие этого, и так далее, и так далее. Хорошо. Жир действительно необходим нашему организму. Это и строительный материал для мембран, его энергетическая ценность высока, да? Безусловно, его функции и структурная, пластическая, да? И энергетическая, поскольку окисление одного грамма жира дает два раза больше энергии, чем окисление одного грамма белка и углеводов. Это и защитная функция, и при терморегуляции, и так далее. Это, конечно же, и растворители некоторых витаминов. Есть же жирорастворимые витамины. Все правильно. А также жиры принимают участие в синтезе половых гормонов, много и других важных функций и задач. Все это правильно. Да, холестерин – это и основа для синтеза тестостерона, эстрогена, и так далее, и так далее. А, например, эфиры жирных кислот защищают клетки от окислительного стресса и играют важнейшую роль в детоксикации организма. Это тоже все правильно. Проблема в том, что в поседневной жизни обычно люди в последние десятилетия, особенно слишком много действительно, стали есть углеводистой пищи. Особенно быстрых углеводов. Иногда эта пища составляет до 90% рациона. Здесь не только быстрые углеводы, сахара, различные самые страшные синтетические, разные тортики и прочее, но это еще и макароны, то есть долгие и длинные углеводы, тем не менее, они не менее вредны. Но уже по другим причинам на самом деле. А вот приверженцы кетогенной диеты говорят, что наоборот 70% суточных калорий надо набирать из жира. То есть 70% из жира углеводы будут составлять только 10%, а туда входят и зелень, и овощи, рациона. А при некоторых вариантах, например, палеокетодиете, это вообще отсутствует в пище углеводы, что, конечно, абсолютно абсурдно, идиотично и преступно по отношению к своему организму и к тем людям, кому даются такие советы, но это отдельная тема. Так вот, эти 10% углеводов, это всего 50 грамм углеводов в сутки. Чтобы наглядно было, тот же Генералов приводит пример, что это всего лишь, например, вот яблоко. Это 200 грамм среднее, что в этих 100 граммах яблока содержится 14 граммов углевода, значит, в одном яблоке содержится 28 граммов углевода, то есть съесть одно яблоко и, значит, уже обеспечить себя двумя третями потребности суточной в углеводах. Ну, хорошо. Ну, а белков нужно 15% от суточной общей съеденной пищи в день. Чтобы составить рацион питания правильный, когда даются те самые возможности, о которых речь идет в различных источниках, а кето-диети, существуют кето-калькуляторы. Там надо сравнивать вот этот вот, брать каталог пищевых продуктов с их энергетической и прочей ценностью, фиксировать количество углеводов, белков, и, соответственно, смотреть суточный калораж, не выходить за этот предел, потому что если калорий будет потребляться слишком много, больше, чем требуется организму в день, то тогда жировые ткани, запасы наши собственные, не будут уменьшаться, а значит, масса тела жировых тканей не будет снижаться. Также при чрезмерных физических нагрузках жир не будет сжигаться, так же, как и при чрезмерно низких. Там есть много своих нюансов, говоря о кето-диете. Ну, теперь самое главное, чтобы слишком не растягивать эту тему. Для понимания вот этой биохимии, кетогенной диеты, надо, конечно, осмыслить основные принципы функционирования организма, цитологию знать и так далее. Но если говорить совсем просто и кратко, то для осуществления своих физических и химических всех вообще задач клеткам нужна энергия. А эту энергию в виде аденозин-трифосфорной кислоты, АТФ в сокращенном виде, синтезируют митохондрии, это такие органеллы в наших клетках организма. Есть два основных биохимических цикла, при которых синтезируется АТФ. Первый – это синтез АТФ из глюкозы, то есть обычный энергетический путь питания. Большинство людей получают энергию именно из глюкозы, то есть это включает в себя, во-первых, такой процесс, как гликолиз и цикл окислительного фосфорилирования. По-другому называется цикл Крепса, который изучали даже в школах, по-моему, ну, по крайней мере, в институтах точно. Так вот, использование гликозы в качестве энергии для организма – это первый путь. А второй путь – это окисление жирных кислот. И в качестве субстрата для синтеза энергии таким путем используются жиры. Так что существует у организма человека два пути, два варианта энергетической вот этой возможности энергоустановки, использования энергии. Одним путем и другим. И человек может переключать с одного на другой, то есть с углеводного обмена на жировой, энергообеспечение, да? Но, по этой теории, пока организм молодой, запасы сил большие, активных митохондрий много, то все еще ничего. И с возрастом меняется все. У кого-то с 20, у кого-то с 30, с 40 лет. Это зависит от многих факторов, тем более с новыми факторами, которые в последние десятилетия входят в нашу жизнь, которые отрицательно влияют на организм человека, действительно, организм изнашивается быстрее. И вот авторы считают, что если сразу использовать жиры в качестве энергетического субстрата, то митохондрии будут испытывать меньший стресс, их, скажем, продуктивность и продолжительность жизни, активность будет дольше, длиннее и так далее. Но метаболизм жира происходит при отсутствии углеводов в пище. То есть перевести на жировой обмен энергопотребления получение можно только, если убрать углеводы, практически убрать их из пищи. И этот процесс также перехода на китоз запускается в процессе голодания, когда с третьего дня полного отсутствия в рационе человека пищи, ну, только вода потребляется, тоже запускается, до 100 раз увеличивается скорость перехода на китоз и расщепление энергии, получение из жиров. У кого есть жировые запасы, это тоже прекрасный вариант похудеть. Главное потом не наедаться, что и делают в основном люди, когда после голодания неправильных, причем голодания опять возвращаются по накатанной. Важно еще сказать, что организм не может использовать одновременно два этих энергетических пути. То есть либо углеводный идет, метаболизм из углеводов, либо из жиров. Соответственно, тут нужно человеку решать. Да, действительно, в некоторых случаях переход на китоз рацион разумен и полезен. Но только на какой? Не на тот рацион мясной, когда основа не только жиры, но и мяса животных, то есть высокомолекулярные белки, а на веганский тип китоз рациона. Действительно, это имеет смысл, хотя имеет смысл, может быть, и уж точно для большинства, просто переход на низкокалорийную, низкоуглеводистую диету. И об этом я тоже расскажу, но, впрочем, о веганской кетодиете в конце, как обещал, я вам тоже поясню. И вот последнее, что я расскажу, и переходим дальше, что действительно, да, человек много ест, много ест сладкой пищи, скажем, высокоуглеводистой. И вот эти все кондитерские изделия, которые, естественно, не являются пищей для человека, сахар и каши различные, так сказать, да, вареные и так далее, они повышают инсулин. Это реакция организма на повышение уровня глюкозы в крови. И задача инсулина быстро затащить глюкозу в клетку. Но когда глюкозы слишком много, инсулин остается высоким, человек начинает, скажем, ощущать чувство голода быстро, быстро наедается, и быстро опять ему становится охота есть, то тогда он, соответственно, ест увеличенное количество сахаров, а чрезмерное количество пищи, энергии, углеводов, калорий приводит к тому, что лишние углеводы, которые уже не могут, во-первых, использоваться в данный момент организма, во-вторых, не могут запастись в виде животного крахмала, который называется гликоген, в основном он запасается в печени, но и в мышцах тоже, когда и этот запас исчерпан, тогда организм запасает эту энергию в жиры, и люди толстеют, поэтому действительно бывают случаи, когда и йоги на фруктоедении толстеют, о чем одна дамочка бешеная говорила, помните такую, меня в лекции, кто смотрит мои лекции постоянно, ничего удивительного здесь нет, и сыроедение, веганство в этом не виновата, а виноваты люди, которые совершенно не знают ни себя, ни свой организм, ни биологию, ни биохимию, ни цитологию, то есть, собственно, не знают ничего, и с дуру можно, как говорится, но понятно. Ну, а теперь, я думаю, продолжу по своим пунктам, которые я решил вам рассказать сейчас в этом видео, а подробно, досконально я разберу книгу и Генераловы, и другие кето-диеты, и принципы, и основы вот этой биохимии всей, все эти плюсы и минусы, заблуждения и ошибки в отдельном своем видео. А пока смотрите это интереснейшее видео, дальше будет просто информация важнейшая. Кето-диета, она неплоха, если она применяется по назначению. Давайте рассмотрим, какие у нас назначения на сегодняшний день реально существуют в мире. Они опубликованы в клинических рекомендациях, например, для детей в Германии. То есть, Ассоциация педиатров Германии опубликовала вот в этом году, в начале года, такие рекомендации, которые носят рекомендательный характер, для детей с эпилепсией. Это то, что было известно давно уже. Собственно, все. Второе направление – это здоровые, я хочу отдельно отметить этот момент, здоровые спортсмены, прежде всего спортсмены. Во втором случае – это здоровые, условно здоровые, практически здоровые люди с избыточной массой тела для снижения избыточной массы тела. Вот на сегодняшний день существует только два прямых показания официальных, которые доказаны, что помогают. Но помогают при курсовом введении. То есть, на переход на всю жизнь. Не, не, ни в коем случае. На очень ограниченный период времени, не больше, по-моему, двух месяцев. Это максимальный срок. Ни в коем случае это нельзя делать при сахарном диабете первого типа, который сейчас рекомендуют. В сети есть масса людей, которые пишут эти глупости. Это неправда. То есть, не надо путать. Они жонглируют терминами низкоуглеводная диета. Иногда специально… Потому что инсулина меньше, а потому, значит, влияние… Просто я занимаюсь проблемой больше 20 лет, и у меня как раз около 2000 пациентов диабетиков с первым типом. И все задают один и тот же вопрос. Я много раз писал… То есть, вам многие уже насчет этого… Конечно, конечно. У меня была полемика в сети тоже с многими гуру, скажем так. А вот с этим не было генералов? Вы не общались с этим, товарищи? Генералов, он пытается, в общем-то, многие вещи такие-то продвигать, но понимаете… Он очень сильно пытается… Он все-таки доктор. Вот давайте все-таки говорить о том, что он все-таки доктор. Однако он пропагандирует, что это идеальный тип питания, разбивая… Я с этим не соглашусь. Я с этим не соглашусь. У него, возможно, свое видение, но он все-таки доктор, и он своим пациентам, насколько я знаю, глупости не советует. А вот есть в сети всевозможные переводчицы… Но их 95%… Да, пропагандируют как раз кето-диету. У них огромное количество подписчиков. Да. И они что делают? Они делают очень хитро. Они переводят статьи научные, которые посвящены низкоуглеводной диете, но не кето-диете. Просто как бы есть игра слов, что кето-диета, то есть низкоуглеводная диета, она по определению кето-диет, но в какой-то мере. Это в какой-то… Но это не значит, что мы едим только жиры и все. Жиры, белки, ну то есть они как в основном, это карнивор диета, то есть вот это мясо есть… Это уже подразделение, понимаете? Это уже подразделение. Но практически отсутствие растительной пищи в питании, а в некоторых случаях исключаем вовсе, которым является неестественным для видового питания человека. Да, и они переводят статьи, которые посвящены низкоуглеводной диете, где просто сокращается количество легкоусываемых углеводов, что полезно абсолютно вообще всем. Безусловно. Что надо вообще всем убрать вот эту кока-колу, все вот это убрать. Ну и вообще, да, глюкозу, фруктозу… И заменяют, подменяют терминами, что это и есть тето-диета, что я на тето-диете вот сколько лет, и у меня все хорошо. То есть убрать вообще все фрукты, они говорят, на всю жизнь. С фруктами особая история, понимаете? С фруктами тут нужно понимать осторожность. Почему? Потому что фрукты – это все-таки фруктоза. Фруктоза как таковая вредна, но для организма в большом количестве. Просто фруктоза, даже головной мозг, он вырабатывает сам по себе фруктозу. Поэтому говорят, что мы не можем полностью убрать фруктозу. Фруктоза до определенного количества, там, по-моему, сейчас я не могу соврать, это 3, кажется, грамма, она допустима, организм ее спокойно переваривает без каких-либо проблем. Вот все, что свыше этого, начинаются проблемы. Я тоже всем говорю, тем более раковым больным, категорически убрать даже фрукты надо. Просто сейчас начинается клон то в одну, то в другую сторону. Есть много публикаций насчет того, что, например, одни говорят, мясо – это крайне вредно. Другие говорят, мясо – это вредно, но если совсем обходиться без мяса, будут проблемы с витамином В12, например. Не будут, вот, метилкобаламин есть, пожалуйста. Есть, есть, есть такой вариант, но тут дальше встает вопрос, а какое мясо, ну, скажем, менее вредно. И вот раньше считалось, что достаточно, например, использовать белое мясо, так называемое, убрать красное, и вы не будете страдать нарушением метаболизма, и у вас не будет онкозаболеваний. Теперь появились публикации, что курица тоже вызывает все то же самое, уже с другим механизмом действия. То есть, такие моменты, они существуют. Но изначально надо делать четкое разграничение. Вот есть низкоуглеводная просто диета, низкоуглеводная, она хорошая диета. Безусловно, это в любом случае. И есть кетогенная диета, когда люди покупают специальные глюкометры, не глюкометры, а вот кетропоказы, кетоз. Глюкометраторы там есть в интернете, жиру. Нет, там прям показывает ваш кетоз уже прям реально уровень тетоновых тел. И они поддерживают на этом уровне в определенном диапазоне. Но это опасный путь, потому что это может все закончиться очень здорово в реанимации. Вот в долгосрочной перспективе что будет у таких людей, кто абсолютно для себя принял решение навсегда перейти? И вот не получится, такой человек проживет несколько лет, у него будут большие проблемы. То есть это нездоровый тип питания, это ненормальный тип питания. Ну а теперь вы дождались разбора ролика Майкла Грегора. Поздравляю, смотрите. Кетодиеты. Рост мышц и плотность костей. Официальная позиция Международного общества спортивного питания отмечает эрголитический эффект кетодиет на тренировках как высокой, так и низкой интенсивности. Эрголитический является противоположностью эргогенного. Эргогенный означает повышение производительности, а эрголитический означает способный ухудшать спортивные результаты. У неатлетов кетодиет может также подорвать физическую форму. Кетодиет коррелировал с повышенным чувством ощущаемого усилия и усталости, и изменениями настроения. Во время физической активности, предполагая, что способность и желание поддерживать физические нагрузки могут быть подорваны у людей, придерживающихся кетогенных диет для потери веса. Я уже упоминал сокращение размера мышц у проходящих подготовку кроссфит. Кетогенная диета может снизить не только производительность легкой атлетики, но и силовых тренировок. Если в течение восьми недель следовать стандартным протоколам тренировок верхней и нижней части тела, жим лежа, подтягивания, приседания, становая тяга, то мышечная масса увеличивается, если вы не на кетодиете. В группе на кетодиете не было никаких существенных изменений в мышечной массе после всех этих усилий. Те, кто был рандомизирован на некетогенную диету, прибавили около 3 фунтов мышечной массы, тогда как такое же количество поднятия тяжести на кетодиете, как правило, уменьшало мышечную массу в среднем на 3,5 унции. Как еще можно заниматься 8 недель и не набрать ни грамма мышц, если не на кетодиете? Даже защитники кетодиеты называют бодибилдинг на кетодиете оксюмороном. Как насчет потери костной массы? К сожалению, переломы костей являются одним из печальных побочных эффектов, которым страдают дети на кетогенных диетах, наряду с замедленным ростом и почечными камнями. Кетогенные диеты могут вызывать постоянную потерю костной массы, измеряемую в позвоночнике, предположительно потому, что кетоны являются кислотными, и поэтому кетодиеты могут привести людей в так называемое хроническое ацедатическое состояние. Некоторые сообщения о детях на кетодиетах просто душераздирающие. Одной девятилетней девочке досталось все – остеопороз, переломы костей, камни в почках. А затем она заболела панкреатитом и умерла. Панкреатит может быть вызван слишком большим количеством жира в крови. Один прием пищи с высоким содержанием жиров может привести к увеличению количества триглицеридов в крови в пять раз в течение нескольких часов после потребления, что может увеличить риск воспаления поджелудочной железы. У нее было редкое генетическое заболевание, называемое синдром дефицита транспортера глюкозы, врожденный дефект доставки сахара в крови в мозг. Это может привести к ежедневным припадкам, начиная с младенчества. Но кетогенная диета может быть использована как способ доставки энергии в мозг у таких людей. Таким образом, кетогенная диета может быть находкой для одной из 90 тысяч семей, столкнувшихся с этим расстройством. Как и все в медицине, все зависит от рисков и пользы. Целых 30% пациентов с эпилепсией не реагируют на противосудорожные препараты. Альтернативы не очень приятные. Например, операция на головном мозге. Это может означать имплантацию глубоких электродов через череп или даже удаление долей мозга. Это может привести к серьезным побочным эффектам. Так же, как и судороги каждый день. Так что, если кетогенная диета помогает с припадками, плюсы могут перевесить минусы. Для тех, кто просто хочет похудеть, риск не оправдан. К счастью, вам не нужно закладывать ваше долгосрочное здоровье для кратковременного похудения. Мы можем получить лучшее из обоих миров, выбрав здоровую диету. Помните, что исследование показало, что потеря веса после диеты Аткинса с низким содержанием углеводов в течение года была почти идентична потеря веса на диете Орниша с низким содержанием жира? Авторы пришли к выводу, что работает любая диета, подходящая пациенту. Это ужасный совет. Есть такие диеты, как «Последний шанс», которая состоит из жидкой формулы, изготовленной из побочных продуктов скотобойни, которая была связана примерно с 60 смертельными случаями. Ну, в конце концов, она обещала изменить жизнь людей. Последовавший неудавшийся иск от одного вдовца создал прецедент для защиты смертельных диетических книг первой поправкой. Можно построить здоровую диету с низким содержанием углеводов или нездоровую диету с низким содержанием жиров. В диете с сахарной ваты было бы 0% жира, но последствия для здоровья, типичные низкоуглеводные кетогенные диеты, такой как диета Аткинса, сильно отличаются от нежирной растительной диеты, как у Орниша. Они имеют диаметрально противоположные эффекты на сердечно-сосудистые факторы риска из-за разного содержания клетчатки, насыщенных жиров и холестерина в их планах питания. Не только в теории, но и на практике. Низкоуглеводные диеты в исследованиях показали нарушение функций артерий. Со временем, приток крови к самой сердечной мышце улучшается на диете Орниша и уменьшается на диете с низким содержанием углеводов. Болезни сердца прогрессируют на типичных диетах для похудения, активно усугубляются диетами с низким содержанием углеводов, но могут быть обращены диетой в стиле Орниша. Учитывая, что болезнь сердца является убийцей номер один мужчин и женщин, рекомендовать любую диету, которая подойдет пациенту, чтобы похудеть, кажется безответственным. Почему бы не сказать людям курить? Сигареты могут тоже вызвать потери веса, как и туберкулез, и прием метамфетамина. Но цель похудения в том, чтобы облегчить нагрузку носильщикам гроба. Ну вот, вы посмотрели ролик Грегора. Что я хочу здесь сказать? Про поджелудочную железу он же, про панкреатит говорил. А теперь важный акцент. Поджелудочная железа вырабатывает три основных фермента. Амилазу, который расщепляет углеводы, липазу, который расщепляет жиры, и трипсин, который расщепляет недопереваренные в желудке белки. Уже это происходит в 12-перстной кишке, да? Я подробно об этом рассказываю в своем видео пищеварению, но сейчас кратко что хочу сказать. А вот ничего, что те, кто переходит на жиры, а в питании преимущественно, огромное количество приходится вырабатывать фермента липазы, что это идет перегрузка поджелудочной железы, а еще идет перегрузка за счет мяса, тем более, если у кого сырого, требуется огромное количество фермента трепсина, этого сложного комплекса белкового, на синтез которого идет гигантское количество ресурсов организма, и идет такая перегрузка, что как раз и панкреатит. Не то, что возможно, хотя причины панкреатита могут быть паразитарные, иного рода, но именно часто воспаление поджелудочной железы, некрозы, и вплоть до рака поджелудочной железы, причины перегрузка по выработке именно трепсина в результате потребления животных, высокомолекулярных белков, тем более большого их количества. Так что этот вопрос тоже крайне важен, и это проблема, огромная проблема. Ну, а теперь я дальше продолжаю. Да, те, кто поедают сырое мясо и жир, естественно, получат множество видов и особей, определенных видов паразитов, и последствия через год, два, три будут очень любопытными, с радостью буду наблюдать за этим. Кстати, про антинутриенты, а то про них любят талдычить новоиспеченные кето-вкусняшки, всякие там, не понимая значений, сути ими произносимого, да, есть у меня аналитический разбор лекции диетолога Брэнда Дэвис. Посмотрите, кто не смотрел, обязательно, или пересмотрите для аналитики. Ну, потом посмотрите, не поленитесь изучить данный вопрос. Итак, плюсы и минусы кето-диет и выводы. Снижение массы тела, лечение диабета второго типа, увеличение энергии, лечение других многих заболеваний, это все не фантастика, это правда. Ну, ничего удивительного в том нет вообще. То есть, это изменение биохимии, энергообмена, и потому нагрузка на островке Лангергаса снижается, это бета-клеток поджелудочной железы, инсулин уже не нужен в таких былых масштабах, или практически не нужен. Ну, значит, нет такого аппетита, как на высокоуглеводистой диете, привычной для большинства людей. А вот гарантия паразитов в считанные месяцы точна, и гарантия рака в перспективе за счет последствий реакции антигена-антитела с образованием гнойных токсинов и трупных ядов в организме, в клетке каждой, с их воздействием на клетки организма, это гарантировано лет через 5, у кого-то через 10, но это будет точно, и это естественно и справедливо при таком извращении законов природы и оправдании этих извращений, не имея на то никаких причин и прав. От анатомического и морфологического строения человека до моральных, этических требований, нескаженной еще пока совести, до биохимии организма в целом. Свою они по заслугам получат, в том нет ни малейших сомнений, по-другому и быть не может, даже теоретически. А поскольку переходящим на кето становится легче и лучше, да, потому что они ели, как в письмах в книге генералова, тортики, печенюшки, мороженки, консерванты всякие, химикаты, рафинированную, так сказать, еду, если можно ее такое назвать вообще едой, а порой не ели, а просто жрали в немеренных количествах. И все потому, что быстрые углеводы провоцируют высокий уровень инсулина в крови, значит всегда хочется есть и сладкое, и мучное, и привычное. А это замкнутый круг, это ожирение, воспаление тканей, в том числе и суставов, все верно. Плюс химикаты в пище, это, понятно, катализатор всего плохого. А при переходе на кето инсулина нужно мало, а биохимия организма перестраивается, есть так много уже не хочется, аппетит снижается, и если следить за калориями, то вес массы тела снижается, со всеми вытекающими для здоровья плюсами. Это все так. Но и при переходе на веганское сыроедение происходит все то же самое, если не делать глупых ошибок. Только у многих со временем накапливаются недостатки витаминов, жирных кислот, минералов, гормонов, и тогда появляется усталость, апатия, болезненные состояния и тому подобное. Это тоже факт, но не сыроедение в этом виновата. А люди, не понимающие, как и что они едят, и верующие в то, к примеру, что минералы сами синтезируют с организмом, например, кишечной микрофлорой, как, скажем, некоторые витамины. И так на правильном кето происходит облегчение, выздоровление. Правильно. Но это в первые месяцы, дорогие друзья. А если кто-то из них ест печень, требуху, сырые, да, то и на годы может быть такое улучшение состояния. Но они-то думают, что навсегда, коли им сейчас легче стало, энергии много, вес ушел, болезни некоторые прошли. Но нет, пройдет время, максимум год-два у большинства, а у некоторых до пяти, десяти лет. Это редко у кого. И рак, онкология, будет гарантирована. А сколько теперь бывших веганов, а ныне пропагандистов мясного питания? Ну, того же чудака в кепке, можно вспомнить. Неандертал типичный, в том числе по рассуждениям и по голосу. Они, кстати, очень часто перерождаются в тех, в кого они верят. Я такое наблюдение вынес из всего этого дела. Да, таких умников и фантазеров будут сотни скоро в Ютубе, а не десятки. Подождите. Скажу только одно, что с дуру можно и много ошибок и глупостей понаделать. У них проблемы начались на сыроедном питании. Хорошо, понятно. Ошибок и глупостей люди понаделали. Ладно. Но не надо на зеркало пенять, коли морда крива. Но не для них эти мои речи. Нет смысла им что-то говорить. Просто даже глупо. У них, как говорится, крыша поехала напрочь. Там разума уже не будет. Там обращаться не к чему и не к кому. Все эти пропагандисты убийства животных и поедания их трупов, конечно же, получат свое. Как физически, так и духовно, естественно. Но что посеешь, что и пожнешь. И законы кармы, то есть законы причинно-следственных связей содеянного, не оставят их без внимания. А пока они рады и верят, что наконец-то нашли естественное питание для человека. Ну, совсем нет у них ни зеркала, ни разума. Но пройдут годы, и многие из них очнутся вновь. Но будет уже поздно. Сами увидите. Запомните эти мои слова. И в завершении, кто не смотрел еще, по ссылочке под этим видео смотрите обязательно нашумевший, уникальный фильм Кэмерона. Переломный момент. Он уже есть с озвучкой. А теперь обещанное мною письмо. Пишет Зимашон. Спасибо, Юрий Андреевич. Каждая ваша лекция бесценна, особенно на фоне знатоков, в кавычках, биологии или Библии, ни разу в руках не державших, наверное, ни той, ни другой книги. Есть у меня знакомая соседка по дому. Ей 73 года, и всю жизнь она утверждала, что живет по канонам своих предков. В ее семье еда была возведена в культ, и мясо присутствовало на ее столе ежедневно. Причем мясо всех категорий. Ребра свиные копченые, говяжьи жареные, бесконечные стейки, отбивные котлеты, форшмаки из малосольной рыбы. Любые робкие намеки ограничить потребление мертвой плоти она воспринимала не то, что с насмешкой, а буквально в штыки. Тема веганства была для нее как красная тряпка для быка. Даже смерть ее мужа, бывшего военного врача, умершего 10 лет назад, от рака пищевода, ни на йоту не подвигло ее пересмотреть взгляды на мясо и изменить свой рацион. Три дня назад ей поставили диагноз рак толстого кишечника, что естественно, это я от себя уже добавляю. Четыре месяца, как она стала бесконечно слабеть, худеть, терять силы, что, однако, не сподвигло ее пройти хотя бы обследование. Она уже не выходит из дома, не готовит себе еду, но ее родня усиленно подчаит ее, как прежде, куриными бульонами, и котлетами. Есть такая поговорка, можно коня притащить на водопой, но заставить его напиться невозможно. Увы. Я думаю, оставлю это очень показательное письмо без своих комментариев. А вы, если захотите, прокомментируйте его в чате под видео. Я, кстати, оставлю под видео несколько ссылок, около 20, для того, чтобы те, кто будут протестовать, а такие будут, вот чтобы они до своего активного протеста сделали почти невозможное для себя, превозмогли бы себя и все же посмотрели бы эти видео для раздумий, для аналитики, для анализа полученной информации, для объективности оценки и уже разумного протеста, основанного не на своей вере и желаниях. Этого мало, желаний мало своих, а на фактах. Давайте так договоримся. А вы, дорогие друзья, помогите мне, и кто будет писать очередные глупости, ну, скопируйте вот эти ссылки, тыкните этого человека и хотя бы в то, что, ну, ведь говорил же я, ну, неужели нельзя по-человечески сначала все-таки посмотреть, подумать, а потом уже что-то говорить. Договорились? Помогите мне. Итак, веганская кето-диета есть и такая, но неужто непонятно, что можно привести свой естественный рацион в порядок на веганском, на сыроедном живом питании. Я говорю о веганском кето-питании, то есть нужно увеличить в рационе потребление с салатами, льняного масла, желательно вакуумного отжатия, или самим выжимать перед приемом пищи в портативных маслодавках, они продаются. А раньше так в деревнях и делали. Кстати, льняное масло самое идеальное по соотношению омега-3 к омега-6 жирным кислотам. Ешьте обязательно кокосовое масло, рассасывая от одной чайной до одной столовой ложки 4-5 раз в день перед едой. Да, оно безумно целебное, кокосовое масло, особенно для желудочно-кишечного тракта. Авокадо обязательно кладите в салаты. Например, такой салат можно делать. Авокадо, огурец, разная зелень, лук, петрушка, укроп, сельдерей и так далее. Желательно порошок спирулины добавить, сныти, крапивы по чайной ложечке, льняное масло, немного орехов, например, кедровых, специи, соль по вкусу, или сыроедный соус. Вот вам и китос. Вот и вкусно, и полезно, живой продукт, и богатый всеми питательными элементами. Такой салат можно есть два раза в день. Остальная пища может быть разная. Отрезанные, скажем, репы, политые льняным маслом, солью или без по вкусу, до авокадо, с квашеной капустой или оливками. Если есть недостаток мышечной массы, то нужна, конечно же, физическая работа, но и белковые коктейли лучше всего из конопляного протеина. Там низкомолекулярные белки, легко усвояемые. А конопляный протеин содержит много и аргинина, и трептофана в огромных количествах. Это очень полезные аминокислоты, ну, собственно, и вообще содержат все незаменимые аминокислоты. Ну, хоть качайся. Достаточно по полграмма конопляного протеина на один килограмм массы тела в день, а кто качается, можно до одного грамма на килограмм массы тела в день. И, пожалуйста, не будет дефицита в аминокислотах, а значит в белках, которые в любом случае синтезируются для нужд каждой нашей клетки в наших же клетках, в органеллах, которые называются рибосомами. А строительный материал туда поставляется в виде аминокислот, поэтому нам нужны не белки, а именно аминокислоты для построения своих белков. Надо убрать из-за рациона питания лектиносодержащие продукты, которые вызывают, кстати, воспаление у веганов. А тот же генерал, хоть и говорил об этом в своих книгах, интервью, но тут же советуют при своей мясной кетодиете есть томаты, перец, но нет слов просто. Итак, никаких посленовых, картошка, томаты, перец, баклажаны, физалис, белодонна и прочие посленовые, это не наша пища. Никаких бобовых, кроме вареной или пророщенной до седьмого дня прорастания, чечевицы, ну, в крайнем случае, гороха, маша, нута, но там больше лектинов, нежели чем в чечевице. Никаких злаков и круп, кроме тех, где нет лектинов, а такие есть, это пшено и сорга. Если проращивать семена, то на шестой-седьмой день прорастания лектинов становится меньше, а в зелени проростков их вовсе нет, потому сок проростков той же пшеницы целебен по многим причинам. Посмотрите мою лекцию «Дисбактериоз. Как не допустить дефицитных состояний на любом типе питания». Если вы хотите перейти на кето, на веганскую, безвредную кето-диету или близкую к ней диету, нужно также увеличить в рационе такие продукты, как авокадо, квашеную капусту, без сахаров, конечно же, любые виды капуст, от салатных форм до качанных, также репа, брюква, турнепс, редька, морковь, топинамбур и даже батат, свекла и другие корнеплоды. Это все наша еда. А орехи? Конечно же, кедровые, фундук, грецкие и не только. Но только не смешивайте их, пожалуйста, со сладким, даже с фруктами. Это недопустимо. А с овощами, с зеленью можно. Ешьте больше зелени, особенно дикоросы, крапива, сныть, листья дуванчиков по сезону. Запасайте на зиму, замораживайте или приобретайте порошки. Посмотрите вот это видео отзыв о моей системе питания одного молодого человека из Германии. Вот оно. Посылочки будет дано. А про грибы забыли? А то говорят, а что же есть тогда? Как что? Мало что ли? Вы не машина по переработке пищи. А грибы и в салаты можно, и малосольные, и сырыми можно, и нужно есть. Например, рыжики, белые, сыроежки, потому они так и называются, шампиньоны. Если только выращены и собраны они в дикой природе или на экофермах, так как грибы, и помните об этом, впитывают как полезные, так и вредные те же тяжелые металлы и радиацию. Но пищевая их ценность колоссальна, ну тех же вешенок, опят, которые выращены на поленьях. Ешьте и чеснок, чтобы желчь хорошо продуцировалась печенью и оттекала по общему желчному протоку в 12-перстную кишку, участвуя в пищеварении. Проводите периодические исследования крови, стандартные анализы и включая дополнительные исследования, например, на витамин D2, D3, B12 и гомоцистеин, на омега-3 и ДГК, особую важную омега-3 жирную кислоту, на витамин К, ну хотя бы на это. Корректируйте свой рацион и пищевые добавки, содержащие нужные питательные вещества, недостающие вам. Ведь в наше время почвы бедны теми же минералами, и поэтому без добавок, без суперфудов никак. Еще раз направлю вас к моему видео дисбактериоз, потом посмотрите. Так что да, жиры животные с точки зрения биохимии ни этики, ни морали, ни энергетики, то есть связанные с аманациями смерть и убийство, не опасны. С точки зрения биохимии жиры животные не опасны. А вот белки животные высокомолекулярные еще как опасны, пагубны, и это уже с точки зрения в том числе биохимии. О чем я подробно говорил, всегда говорил в моих многочисленных лекциях, подробно рассказывал, объяснял, про фрукты я всегда говорил, что в рационе не фрукты, а овощи и зелень должны преобладать всегда. Я про это говорил, говоря и о своем личном типе питания уже много лет подряд так же. Поэтому, если вы хотите перейти на кето-рацион, эти эффекты ощутить и так далее, уберите из своего питания фрукты почти совсем, оставьте ягоды и немного сезонных фруктов, но не ешьте более 100-200 грамм в день фруктов, то есть углеводов вообще не должно быть в день более 50-70 грамм. Фрукты не смешивайте ни с чем и потребляйте их отдельно, тем более не смешивайте с белками, например, с орехами, потому никаких паст, урбичей, что вы, категорически нет. Займитесь физически активным трудом, тем более после фруктов, после меда, а его ешьте не более одной-двух чайных ложек в день, и только тогда уж дикого, целебного меда, чтобы был в этом смысл какой-то. А съели сладкое, тогда грядки полоть, кто-то спортом займитесь, ну то есть заменителем естественного труда на земле, тогда не будет негативных последствий от небольшого количества фруктов, как у тех, кто ест их и сидит при этом и после этого в позе лотоса или у компьютера. Углеводы быстро и действительно не нужны организму, да, тут правы кето-пропагандисты, но для физически активного человека и веганской разумной низкоуглеводистой диеты будет вполне достаточно. Что ж, дорогие друзья, я полагаю, что уже многое вам я пояснил и эта информация будет для вас важна и цена. А подробную логистику, то есть все варианты питания, рациона, состава, комбинации, в том числе кето-веганской, я изложу в своей книге, надеюсь, в следующем году я ее выпущу, ждите. Кстати, мне уже стали приходить письма от людей, перешедших на кето-рацион после моих с ними консультаций индивидуальных и результаты просто изумительные, буквально за 3-4 недели буквально. Но в этом будет отдельное мое видео. Что ж, всего наилучшего вам разума, объективности, справедливости и здоровья всем порядочным людям. Всего хорошего, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok